Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Еще раз прошу не забывать подписываться на наш канал. Сейчас, как я уже сказала, у нас в эфире будет Олег Жданов, полковник ВСУ Запаса, бывший сотрудник Генштаба ВСУ. Я думаю, что мы начнем наш разговор ровно с того, с чего мы только что... Потому что это важнейшая новость дня, и это та самая новость, может быть, нам Олег добавит и что-то расскажет, о каких-то подробностях, что происходит. Потому что вчера стало известно, что с Азовстали вывезли раненых, и 58, если я не ошибаюсь, этих раненых поехало в больницу, а более легкораненые люди поехали сразу, в общем, поехали в другое место. И одновременно Украина объявила, что эти люди будут обменены на российских пленных. После этого начались в Доме выступления о том, что Азов преступная группировка, что этих людей надо расстрелять, что ни в коем случае их не надо менять. И вот буквально за несколько минут до того, как у нас начался эфир, поступило еще сообщение о том, что также проехали автобусы с украинскими военными, которые уже не были ранены, и, очевидно, они тоже шли в плен. Как я понимаю, это не все люди, которые есть на Азовстали, и, как я понимаю, некоторые из них отказались сдаваться. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Да, я правильно все излагаю, или я что-то путаю, или какие-то новые подробности появились за это время? Ну, практически, да, за исключением 53 человека находятся в больнице в Новоазовске. Правда, пока мы точно не знаем, в какой. Говорят, в городской, под охраной российских военнослужащих. 211 человек уехали в Донецкую область, поселок Алексеевка, где они ожидают обмена. И это вечернее время. Сегодня утром, в 4 часа утра, должна была начаться процедура, но, судя по тому, что автобусы тронулись, там еще одна партия военнослужащих, которая вышла из катакомб, и, если я не ошибаюсь, 7 автобусов тоже направляется в Алексеевку. Там должно быть согласовано место и время обмена наших военнослужащих на военнослужащих Российской Федерации. То есть, вот эти 7 автобусов, они должны быть обменены прямо немедленно? Ну, вот тут нет. По поводу времени и даты обмена, к сожалению, информации никакой нет. Переговорная группа не оглашает эти данные. Всего по разным оценкам в АЗО встали, ну, вот, кстати, цифра фигурировала в российских средствах, мы вам масса информации, что там находится порядка 2220 с чем-то человек. А правильно ли я понимаю, что вот эти 7 автобусов, это, во-первых, в основном не азовцы, это пограничники и другие военнослужащие, и что там было предложение сдаваться в плен, вот с последующим обменом, но не все, кто находится на АЗО встале, его приняли? Да, есть люди, которые не приняли это предложение. Но насчет того, что азовцы или не азовцы, мы достоверно не знаем на сегодняшний день. Почему? Потому что там действительно такая сборная команда разных силовых структур, и кто именно вышел из катакомб, мы не знаем. Но раненых, да, вынесли, вот всех тяжелых вынесли, вот эти 53 человека лежачие, их вынесли. В первой партии могли быть как легко раненые, как просто здоровые солдаты, которые приняли решение сложить. Там президентский, он отдал приказ прекратить сопротивление, вот так вот. А правильно ли я понимаю, что это предложение было с российской стороны еще две недели назад? Нет, такого предложения я не слышал от российской стороны. Я знаю, что в конце марта, в начале апреля, когда было обострение, когда уже дошли до завода Азовсталь, до территории завода, в одном из своих обращений президент Зеленский сказал, что он оставляет защитникам Мариуполя, оставляет право выбора, продолжать сопротивление или сдаться в плен, чтобы сохранить жизнь. А вот все эти переговоры, они были покрыты очень большой тайной, и не надо, особенно трудно было в эту тайну лезть, ровно потому, что из боязни что-нибудь сорвать. Но очень разные слухи доходили, были слухи, что посредничал там Эрдоган и Папа Римский. Были слухи, то есть не слухи, в какой-то момент этим занимался Красный Крест и ООН. Сегодня я услышала еще одно необыкновенное имя, что мне сказали, что это всплыл Абрамович, и что он тоже участвовал в этих вот именно непосредственно в договоренностях по последним партиям. Вот вы об этом что знаете? Ну, о последней фамилии я не знаю, насколько это правда, и есть ли такое участие. Следующие фамилии, да, действительно были. Причем, ну, Эрдоган участвовал по процедуре экстракшнс. Там же предлагался первый вариант, была процедура экстракшнс, то есть Турция забирает их с условием, что они будут находиться до конца войны в Турции, и не будут принимать участие в боевых действиях до конца войны. Вот такое было. И Эрдоган на это согласился. Папа Римский просто ограничился разговором с Путиным о том, что, ну, типа, надо, ну, как всегда, в его стиле. Но ни одно, ни второе предложение Кремлем не было принято. И вот вчера появилась вечером, во второй половине дня появилась информация, что якобы достигнута договоренность. Был ли там Абрамович, принимал ли он участие, трудно сказать. А что будет с теми, кто остался на Азовстале? Кто отказался? Ну, если они примут решение сопротивляться, значит, они будут сопротивляться до конца, до тех пор, пока они там будут живы, они будут сопротивляться. Но они также теоретически могут попытаться уйти, все-таки там периметр завода наверняка не контролируется очень полностью. Ну, судя по тому, что последнее распоряжение, когда Путин говорил, закрыть периметр полностью, да, там территория очень огромная. Но дело в том, что сам город Мариуполь на сегодняшний день поделен на сектора. Переход из сектора в сектор сопровождается обыском и раздеванием. Вот патрули кадыровские раздевают людей на предмет осмотра и в том числе от оружия, особенно на правом плече или на левом плече, если человек левша. Но вот такая процедура, она очень тщательно проверяется. И перемещаться по самому городу крайне сложно. Ну, я думаю, что мы не нарушим границы правдоподобия, если предположим, что патрули кадыровские делают это ровно, потому что они понимают, что несмотря на весь этот периметр, люди действительно с Азов-Стали могут уйти, поэтому мы не выдаем военную тайну. И если об этой военной тайне явно знают российские войска и российское руководство, то мы тоже можем ее обсуждать. Самый страшный вопрос, а что будет с вашей точки зрения с теми, кто, ну, в том числе раненый, попал в плен, учитывая вот эти вот поднявшиеся в Государственной Думе рассказы, что надо ввести смертную казнь, азовцы-нацисты, надо срочно принять, нельзя их менять. Вам не кажется, что это для начала, просто для начала кидок, вот прямо сразу после конца переговоров? Ну, я думаю, что это не просто кидок, я думаю, что это шантаж. И это только первый шаг шантажа со стороны Российской Федерации. С одной стороны, дать согласие, а потом, когда получив в руки наших бойцов, начать шантаж, какие завтра будут требования, выдвинутые в плане обмена. Или, может быть, уже сейчас выдвигаются с переговорной группой в плане обмена. Так что, можно ожидать всего, что угодно, вплоть до того, что в обмен на жизни этих людей будут заставлять подписать нас капитуляцию. Вот, собственно, мы обсуждали это с Евгением Чичваркиным немножко с другой стороны, потому что меня вот что потрясает. Вот раньше, когда, ну, я не говорю, где-нибудь в 13 веке, когда была эпоха рыцарства. Ну, хорошо, в 19 веке, то в 20 веке. Ну, тогда честь была во главе угла. Да, вот человек попал в плен, Гаакская конвенция, было ясно, как человек попал, раненый попал в плен, было ясно, что все его несчастья закончились. Ему будут давать соответствующую помощь, а если ему не будут давать соответствующую помощь, помощь и так далее, то это какие-то невероятные козлы и нелюди, и террористы. И вот мы тут понимаем, что люди, которые попали в плен, их, возможно, ждет худшая судьба, чем тех, которые отказались сдаваться. И просто, извините, если можно, я понимаю, что это риторический вопрос, но прокомментируйте это с точки зрения военной этики, военного кодекса, и вообще, я, девушка, я лгаться не буду, что это трам-трам-трам-такое. Ну, к сожалению, к сожалению, в этом вся российская армия. И мы с этим сталкиваемся не первый год. Вспомните Иловайск. То же самое, договоренности о зеленом коридоре и фактически расстрел в этом же зеленом коридоре. Поэтому о какой-то чести или там человеке слова говорить, к сожалению, говорить не приходится. Вот тут суть Так, у вас пропал звук. Это так, Олег, звук восстановился. Да, я надеюсь, что звук восстановился. А вот вы упомянули Иловайск. Вот Иловайск был очень печален для Порошенко, потому что в том числе и Зеленский сказал, вот это ты не сберег наших ребят под Иловайском. Вам не кажется, что одна из вещей, которые сейчас Путин будет делать, это вот он как раз, это может быть в том числе его персональной местью Зеленскому он будет использовать несчастье этих пленных для того, чтобы внутри Украины та живая политическая жизнь, которая в ней есть, политические противники никогда не применят ваткну Зеленскому эту шпильку, они скажут, вот смотри, вот из-за тебя вот эти люди сдались в плен и с ними сейчас делают там такое. Ну, я не исключаю, да, что в политической борьбе, но это может быть Олег, у вас опять... Это у вас пропадает звук или у меня пропадает звук? Тут это очень важно, потому что вопрос слышат... слышат ли нас при этом наши слушатели, пока там Олег что-то делает со звуком, я напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и что у нас в гостях Олег Жданов, что нас смотрит 23 тысячи человек, что очень неплохо для этого времени и для этого временного слота, и для... вот так Олег уже полностью исчез из кадра, но я думаю, что Олег... Сейчас я вернусь. Да, я не сомневаюсь, что Олег вернется, а пока Олег возвращается, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, я напоминаю вам, делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комменты, потому что все это очень важно для нас, пытайтесь задавать Олегу вопросы, я не скажу, что все эти вопросы будут озвучены, но вот обратите внимание, что многие ваши комменты появляются у нас бегущей строкой в эфире, мы все технически растем, и надеюсь, что Олег в ближайшее время в эфир вернется, то есть, собственно, тут в эфире даже слышно, как он шуршит, Олег, вы уже в эфире или еще нет? Так, Олег пока еще не в эфире, и, собственно, переходя от того, что происходит в Азовстале, я хотела попросить Олега, если он нас слышит, я надеюсь, что он нас слышит, просто рассказать о том, что изменилось на фронте за последнюю неделю, что самое важное произошло, пока он еще к нам не вернулся, я напоминаю, почему мы так долго в том числе говорим об Азовстале, в том числе и потому, что чем больше эта ситуация будет на виду, тем меньше будет возможностей маневра у Путина. мы тут вспоминали Иловайск, когда, напоминаю, была достигнута договоренность о том, что украинские войска выходят с оружием, и когда они выходили с оружием, по ним был открыт в нарушении всяческих договоренностей огонь, можно вспомнить историю Надежды Савченко, которую мало того, что взяли в плен, так и еще пытались судить как там боевичку, наводчицу, убийцу и прочее, и прочее, потому что, вот, конечно, то, что вот эта фантастическая идея социопата, что ты напал, от тебя защищались, и те, кто от тебя защищаются, те нацисты, те негодяи, те враги, их еще надо судить. Я вот в военной истории вижу, конечно, параллель с Чингисханом, который, в принципе, считал, что все земли вокруг принадлежат монголам, поэтому, если какой-то город отказывал создаваться, то Чингисхан говорил, ну, это же вы непокорность своему правителю высказываете, и город этот дотла истреблял. Но, собственно, вот тем и отличается Европа от Чингисхана, что в Европе такого не было. вот Путин лишний раз, вот это слово Орда я не люблю, когда оно произносится вне исторического контекста, но Путин в данном случае выступает вот прямым наследником военных традиций Орды в противовес военных традиций Европы, и это будет очень страшно и очень дорого стоить для России. Олег, вы снова с нами. Да, я сбернулся, все нормально. Да, и я просто хочу вас да, обязательно что-то вы хотели добавить. Ну, ответить на этот вопрос, что да, действительно, это может стать как бы политическими дрязгами, но я думаю, что эти дрязги начнутся только после войны. До окончания войны вряд ли кто-то будет заниматься политическим пиаром, особенно сейчас, когда правящая правящая партия в принципе довольно сильно, я бы так сказал, ну, лишила возможности оппонентов заниматься политической деятельностью. Мы переходим ко второй важной теме, это обстановка на фронте. Что изменилось за последнюю неделю, что произошло важного? За последнюю неделю изменилось то, что мы на отдельных направлениях контр-атакуем и потихоньку освобождаем свою территорию. Именно Харьковская область, Херсонская область частично, на остальных направлениях, и на Криворожском, и Запорожском направлениях, там позиционные бои и в основном артиллерийские дуэли. Единственное направление у нас осталось, которое самое активное, это Луганское направление в районе города Северодонецк. Кстати, Россия уже отказалась от окружения через Белогоровку и Попасную. Они теперь пытаются просто взять Северодонецк и атакуют его с востока и с юга. Но на пока мы отбиваем, вот за последние сутки было 7 атак, все они отбиты, и в принципе российские войска откатились на исходные позиции, откуда начинали атакующие действия. Вот такая вот примерно обстановка. Мы на пороге большой оперативной паузы, вот я бы так сказал. Еще немного, я так понимаю, что российские войска выдохнутся, даже на Луганском направлении, потому что без резерва вечно атаковать нельзя, потери довольно значительные. И далее будет несколько недель ослабления боевой активности, в основном позиционные бои, артиллерийские дуэли, и каждый будет использовать эту оперативную паузу для подготовки к следующему этапу войны. Правильно ли я понимаю, что Изюмский плацдарм российский затрещал? Да, а кстати на Изюмском плацдарме наступательных действий нету, потому что мы предприняли контрудар, и от Барвенкова немного отбросили российские войска. Они там сейчас перегруппироваются и меняют батальонно-тактические группы, которые потеряли боеспособность, они их выводят и на их место будут заводить новую. Сейчас все боевые действия сосредоточены вокруг города Северодонецка. А вот собственно если немножко продолжая по поводу Изюма, тут не я такая умная, как я уже сказала, у меня хорошие консультанты, вот я их хвалю, я очень часто цитирую моего доброго консультанта Романа Светана, который полковник, как и вы, только он бывший летчик, но и он не в генштабе естественно служил. И вот он мне уже давно говорит, что на Изюмско-Барвенковском направлении вполне возможно котел, в который попадают российские войска и более того этот котел намечается уже сейчас, потому что даже если они сейчас оттуда побегут, то просто там слишком большое количество войск, чтобы они по одной дороге оттуда успели уйти. Да, вероятность такая существует, это если мы будем развивать наступление вдоль государственной границы на юг в Харьковской области, да, тогда мы можем перерезать трассу и железную дорогу, по которой снабжается резюнская группировка. И вот это может стать предвестником окружения этой группировки. И вторую вещь, которая, опять же, не я такая умная, которую мне давно уже говорит Роман, и который несколько раз повторял, он говорил, что российское наступление будет пытаться развиваться в направлении Славенска, потому что там находятся водозаборы, там находится единственное место, из которого Донбасс можно снабжать водой, потому что в принципе Донбасс до того, как все это было построено при Сталине, представляла себя голую степь с небольшим количеством казацких станиц, которые при каких-то речках и плотинках, и что воды, собственно, сейчас нет в Мариуполе, не только потому, что все разбомблено, но потому, что сейчас уничтожены все эти водозаборы, и в Донецке нет воды, и не будет теперь, потому что все это уничтожено. И вот, соответственно, вот это стратегическое направление Россия будет продолжать туда наступать, и продолжает туда наступать именно из-за вопроса о воде. В направлении Славянска там практически наступление тоже остановлено, там нет активных боевых действий. Еще раз повторюсь, кроме вокруг Севера Донецка больше наступательных действий практически мы не наблюдаем на сегодняшний день. Ну, если не считать провокацию сегодня в Сумах, в Сумской области, на границе России и Украины. там была попытка разведки боем, и с утра и до обеда шел бой с применением артиллерии и минометов. Была попытка разведать наши позиции и прощупать вообще наши силы. Вот, поэтому я сегодня, вот почему я и говорю, что наступает оперативная пауза, и когда могут восстановить наступательные потенциалы, очень трудно сказать, потому что политичному составу вроде как добровольцев хватает, и они там где-то до 10 батальонно-тактических групп пытаются восстановить боеспособность в Белгородской области сейчас. Но с техникой проблем. Нечего дать. Вы знаете, что один из вопросов, который обсуждался на ОДКБ, это сила члена ОДКБ вернуть часть техники, которую она ранее им поставляла. Вот даже такое вопрос. Вы сейчас сказали, я зато знаю, но, во всяком случае, это рассказывал Леонид Невзлин, что вот когда Шойгу пропадал с экранов, он ездил по Северной Корее и Китаю и просил ракет для, и просил ракет совместимых с российскими ракетными установками. Вот это правда или нет? Ну да, такая информация есть, но как бы она не подтверждена официально, поэтому мы можем только догадывать. Но судя по тому, думаю, что правда, знаете почему? Потому что вчера появилась информация, что Россия добралась до Кубы и просит у Кубы вернуть часть ракет воздушного базирования для обстрела Украины. Даже такая есть информация. А-22 какие-нибудь? Это же... Да. Ну или П-800 или Х-22 или Х-59 Ну... Ониксы. Ну то есть ракеты ближнего там до 600 километров они там от 200 до 600 разное есть. Это не стратегические ракеты крылатые типа Х-55 или Х-101. Нет. Это вот более мелкие ракеты. Вот именно эти. Там же в чем проблема? Проблема в том, что они начали снимать с хранения технику, а последнее, что Советский Союз ставил на хранение, это была вторая половина 80-х годов. В основном танки Т-80, которые на авиационных топливе работают с газотурбинным двигателем и БТР-80, который с Камазовским еще двигателем идет. А получилось так, что условия хранения не соответствовали. Кто каждые 5 лет переконсервировал эту технику, кто ей давал пробег контрольный и отстрел. Никто. Плюс еще есть такая плеяда, как прапорщики, которые, ну или не будем обижать, скажем так, каждый тырил то, что мог. И сейчас при снятии с хранения получается ситуация, что без ремонта на профильных предприятиях эту технику нельзя привести в боеготовое состояние. Вот в чем. Да, стоят там тысячи танков стоят на хранении, но их нельзя завести для того, чтобы они могли пойти в бой. И поэтому с техникой сейчас наступает очень огромная проблема. Поэтому сейчас подтягиваются ремонтно-восстановительные батальоны к границе с Украиной и разворачиваются и везут подбитую технику, везут тралами в Брянскую, в Белгородскую область и пытаются ремонтировать. Я тут видела фото, на которых ополченцы, правда, ЛНР-овские или ДЛНР-овские, я не совсем поняла, были вооружены аж винтовками Мосина. А вот вы видели эти замечательные фотки, не могли бы вы их прокомментировать? Ну, у нас гуляет вообще-то видео, там оно, по-моему, 10-секундное отделение, там их человек 5, и они там прячутся за дом. Да, действительно, у них винтовки Мосина на плече. Российская форма, и вроде как это, сейчас скажу, там не 115, там 102, по-моему, или 201 полк ополчения ДНР и 115 ЛНР. И они, когда бежали с позиций, когда их выбили вооруженные силы Украины с позиций, их задержали российские пограничники. Почему? Потому что, а я объясню, почему, потому что дело в том, что с признанием формирования первого и второго армейского корпусов, которые шли на территории Донецка и Луганска, эти корпуса были в составе 8-й общевойсковой армии. И они все подписывали контракт с вооруженными силами России, присягу принимали российскую, и поэтому они как бы числятся, у них войсковая часть, номер, который есть в каталоге вооруженных сил России. А вот эти формирования, которые были уже сделаны после, особенно после начала войны, когда началась мобилизация на этих территориях, они уже нумеруются по собственной нумерации, то есть внутренней. И поэтому вот те же российские пограничники, они не могли по номеру воинской части идентифицировать этих военнослужащих, или там ополченцев, или мобилизованных, как их назвать, трудно, трудно классифицировать. И поэтому их, да, они их задержали, что они не знают, что с ними делать, теперь, я так понимаю, это будет принимать решение какое-то вышестоящее начальство. То есть это не был никакой заградотряд, это вот была реальная, у них была не та бумажка, не тот штаб в паспорте был у этой части. Да, не та печать, как говорил Папандопол, а Гриша, смотри, штемпсель есть, так вот штемпсель это не тот. И эта часть была вооружена винтовками Мосина, и как я понимаю, сейчас за них просят их собственные жены. И так я понимаю, это даже не мотострелковый полк называется, а прямо стрелковый, как во время Второй мировой. 41-й год, маршевые роты, помните, когда Сталин формировал, из первых мобилизованных формировали маршевые роты и даже не переодевали их в военную форму, давали трехлинейку и вперед. Вот, примерно, да, такая же. Еще, конечно, царь-пушку можно расконсервировать и бросить на позиции. А вот по поводу царь-пушки, немножко, действительно, поскольку война переходит, становится позиционной, есть время, порассуждать о некоторых, поспросить о некоторых очень важных вещах, но зато фундаментальных, до которых руки не доходили. Вот я постоянно вижу очень впечатляющие снимки российских танков, у которых далеко очень отлетают башни. И как-то я никогда не видела, чтобы летала Меркова или Абрамс. А вот есть какие-то конструктивные, собственно, почему эти башни так хорошо летают? Это джавелины так хорошо бьют или это какие-то конструктивные особенности российских танков? Нет, это конструктивные особенности боеприпасов, которые уничтожают этот танк. Дело в том, что и управляемые снаряды и джавелины, они же делают горку и бьют по танку с верхней полусферы в башню. Это самое незащищенное место в танке и, соответственно, прожигая броню, там детонирует боекомплект и поэтому вырывает башню. Просто по Абрамсу и Челленджеру никогда не стреляли из джавелина. А, потому что я где-то видела объяснение, что боекомплект в российском танке расположен под ногами экипажа в то время как... он под полом башни, правильно. В то время как в Абрамсе том же самом он находится за стеночкой, поэтому, когда он взрывается, у экипажа есть шанс спастись. Не, ну спастись нет, потому что там декомпрессия сумасшедшая происходит и это раз. И второе, что там все складывается в лепешку, но при этом как бы башню не отрывает, потому что давления недостаточно для того, чтобы ее вырвать. А здесь они находятся прямо под башней, они лежат по кругу уложены как вот в патроны в пулеметной ленте. И поэтому они детонируют и башню выносят вверх. Понятно. То есть суммирует происходящее, можно сказать, что да, башню действительно у российских танков открывает по-другому, чем у Абрамса, но это не значит, что люди, в которых ударил Джавелин в Абрамсе, выжили бы, они все равно бы там погибли. Да, они все равно там погибают. За счет избыточного давления. Их просто либо температура, либо давление. Это основные признаки поражения. Потому что вот возвращаясь к тому, что вы говорили, что законсервированная техника плохо обслуживается, я опять же слыхала историю о том, что иногда вот эти вот коробочки на танке, которые динамическая защита брони, что в них же должна находиться взрывчатка, а очень часто на российских танках эти коробочки пустые, именно потому, что они были законсервированы, из них взрывчатку вынули, а потом обратно не положили, и вот получился как бронежилет без стальной пластины. Ну, примерно так. Может, такое тоже бывает. Так же, как вот мы находили муляжи шашек тротиловых, на которые деревянные такие, выпиленные. Ну, возможно, это был учебный муляж, но тем не менее. А активно динамическая защита, вы абсолютно правы, это просто похалатность, не закладка шашек тротиловых. И это действительно будет бронежилет без пластины. Я не могу не задать мой любимый вопрос, потому что вы достаточно высоко оценивали российскую РЭП и многие другие мои собеседники в первый период войны, когда она достаточно все-таки вырубала ваши коммуникации. А как сейчас, когда война становится оппозиционной, поживает российская РЭП? Ну, в принципе, такой большой беды она уже не приносит. Во-первых, по количеству станций, а во-вторых, я не слышал, чтобы были рассказаны примеры глушения нашей связи. Наша связь вообще не глушит ту, которой пользуется система военного управления. А вот так, чтобы рассказывали, что там положили мобильную связь в районе боевых действий, нет, таких случаев на сегодняшний день не встречается. Видимо, либо они далеко стоят от линии фронта, потому что боятся, чтобы она была не разбомблена или не попала в наши руки, либо они действительно количества этих станций довольно мало и они где-то защищают командные пункты или пункты управления, что-то вроде этого. А вот простите меня, если я неправильно спрашиваю, но вот я слыхала, что терминалы Starlink сделали фактически полностью ее бесполезной, особенно в сочетании с беспилотниками эти терминалы оказались очень могучим оружием для наведения украинской артиллерии и так далее. Вот не могли бы вы здесь нам разъяснить этот вопрос? Нет, терминалы Starlink не имеют отношения к корректировке огня артиллерии. Терминалы Starlink обеспечивают устойчивую спутниковую связь, которая действительно не попадает под глушилку радиоэлектронной войск радиоэлектронной борьбы. А беспилотники как корректировали, так и корректируют огонь. И мы получаем в комплекте те 800 миллионов долларов, которые там презентовал, помните, пакет помощи Джо Байден. Там было небольшое количество артиллерии, по-моему, это первая была партия 18 гаубиц. Так вот, с ними в комплекте идут беспилотники для корректировки огня. А это какие беспилотники? Это небольшие беспилотники ближнего радиуса до 50 километров. Я не помню их маркировку, не назову сейчас, чтобы не ошибиться. Но они предназначены исключительно для корректировки огня артиллерии, разведки целей. То есть они не ударные. А собственно, вот это очень важный вопрос, опять же, теоретически, вот о роли беспилотников в этой войне. Очень многие, то есть все мои собеседники, которые воевали очень высоко эти беспилотники, оценивали, причем, как правило, даже не военные, вот самые обычные квадрокоптеры. А соответственно, очень много российские войска все время в своих перехватах говорят о беспилотниках. Вот украинский беспилотник, все ужас-ужас, бежим от Байрактара. А вот я тут говорила с известным израильским военным, экспертом Давидом Гендельманом, он как раз призывает не переоценивать роль беспилотников, напоминает, что основную работу по уничтожению российской бронетехники по-прежнему делает артиллерия. И вот если можно подольше давайте поговорим вот роль беспилотника на этой войне решающая она или не решающая и когда решающая то где? Нет, он кстати немножко получается противоречит себе, потому что артиллерия без беспилотника она бьет на ощупь, а артиллерия с беспилотником она она видит куда она бьет. Вот в чем разница. Я бы сказал, что в принципе беспилотники действительно играют довольно решающую роль в разведке и корректировке огня, а не артиллерии. А если еще беспилотник ударный, то он может работать и сам наносить удары по целям. Тем более, что вероятность поражения у беспилотника практически равна 100%. То есть там управляемый снаряд и попадание естественно практически стопроцентное. А вот для артиллерии беспилотники это глаза и уши, конечно. А у российской стороны сейчас есть эти глаза и уши? Ну, в основном мы смотрим только Орланы. Кстати, форпост уже не встречается практически. В основном Орлан 10-й. Это самый массовый беспилотник. И даже появили был случай, когда сбили Орлан 10-й. Он оказался принадлежностью МЧС. То есть он был полностью в цветах МЧС, на нем было написано МЧС России. То есть я так понимаю, что уже начинают потихоньку вынимать эти Орланы и у Министерства чрезвычайных ситуаций. Я почему спрашиваю, потому что из вот разговоров своих с украинскими военными я вынесла твердое убеждение, что вот эти маленькие беспилотники неударные, которые корректируют работу артиллерии, что это в общем можно применять гражданский спокойно квадрокоптер, но понятно, что он будет теряться в большом количестве, в том числе от российской радиоэлектронной борьбы и вообще сам по себе и такая клевая конструкция, но с другой стороны он очень дешевый, поэтому его не жалко. И меня очень удивляет следующий вопрос, если беспилотники стали глазами артиллерии и без них она в общем-то действительно очень плохо себя чувствует, то неужели российская армия настолько неповоротлива, что она не может закупить гигантское количество квадрокоптеров на Алиэкспрессе? Ну у нас этим в основном занимаются волонтеры и практически страна снабжает армию вот этим огромным количеством квадрокоптеров, которые действительно в нашей уже даже просто без квадрокоптера просто не перемещаются с одной позиции на другую. Квадрокоптер висит сверху, они на планшете видят, куда они идут и что у них впереди. То есть это уже не только корректировка огня артиллерии, это пехота работает с такими средствами. У нас их просто в каждом подразделении. То есть проблема та, что с одной стороны сражаются высокомотивированные люди, а с другой стороны гонят на бой солдат и в общем начальство все равно они идут с кем-то и бюрократическая машина пока обработает вот эту информацию допустим что это критично необходимо, то уже наверное война закончится, когда они примут уже решение допустим в структуре вооруженных сил. Вы думаете что война так быстро закончится? Вот ваш прогноз? Нет, но я утрированно сказал в плане характеристики бюрократии, уровня бюрократии с одной стороны, а с другой стороны я думаю что да, активная фаза войны может закончиться где-то осенью. с такими темпами техники сохранения и формирования резервов то дело в том что российская экономика сегодня не в состоянии перейти на военные рельсы и начать затяжную войну, а без перевода экономики на военные рельсы затяжной войны не будет. А тогда чем кончится активная фаза войны, где будут в этот момент украинские войска и насколько прочно будут окопаны российские войска? Мы предполагаем что к концу активной фазы мы должны быть где-то в районе границ 91-го года. С выходом на границу это мы считаем окончанием активной фазы боевых действий. Дальше пойдет либо фаза перестрелки как например в Израиле но там она малоинтенсивная а у нас будет более интенсивная либо начнутся какие-то попытки переговорного процесса. Но в принципе активную фазу мы рассчитываем до границы 91-го года. Включая Крым? Конечно. Ну зачем останавливаться если если наступательно если контрнаступление будет идти нормальным темпом то какой смысл останавливаться? Это первое и второе военный если уже наносить военный разгром так надо наносить его в полном объеме? Ну не говоря уже о том что если Украина вернет себя Крым то это будет тяжелейший удар для Путина он ослабеет окончательно и с дедушки который сидит на параде с пледиком как сказал Пианковский прикрывающим придаточки он может оказаться бывшим диктатором то есть это может быть такая цусима которой Россия и ближайшее окружение Путина не переживет и ему не спустят но тут другой встает вопрос не военный а именно политический который мы кстати только что обсуждали с Евгением Чичваркиным а Запад допустит чтобы Украина вернула себе Крым в том смысле что не вступится ли тут Запад за Путина потому что видите сколько уже Путин Ферштейеров развелось и уже Макрон говорит это самое дайте Путину сохранить лицо и если Запад не даст не будет давать Украине достаточно оружия чтобы освободить Крым то возникнет то сможет ли Украина это сделать на чистом энтузиазме причем здесь чистый энтузиазм во первых основным поставщиком оружия в Украину становятся Соединенные Штаты до Ландвизии подписан осталось проголосовать первый транш это первый транш 40 миллионов дальше будут еще транши и я думаю что не на меньшую сумму это первый момент второй момент главная цель смотрите война идет в двух плоскостях сегодня это плоскость Украины мы ведем национально освободительную войну за восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности и война геополитическая которую ведут в принципе Соединенные Штаты во главе коллективного Запада так вот главная цель в геополитическом контексте войны это смена политического режима в Российской Федерации и именно вы уверены что эта цель существует? конечно конечно потому что они прекрасно понимают что Путин не в этом плане не договороспособный он не уступит ни на йоту свою позицию на политическом олимпе на мировом а главная задача выбить Россию вообще с геополитики вот главная задача войны убрать Россию как игрока с геополитической арены полностью а это можно сделать только сменив политическую власть но при этом не допустим Российской Федерации ни в коем случае чтобы не исчез образ врага а Макрон он играет я понимаю Макрона он пытается сейчас сыграть свою игру в борьбе с Соединенными Штатами для того чтобы выдворить НАТО с территории Европы и сделать из Европы более-менее самостоятельного игрока опять же на той же международной арене напоминаю что это Юлия Латынина и Латынина ТВ и в гостях у нас замечательный Олег Жданов полковник ВСУ Запаса бывший сотрудник генштаба ВСУ который как всегда очень точен и очень сдержан в оценках и одно большое удовольствие сговорить всегда с вами Олег и завершая подписывайтесь пожалуйста на наш канал распространяйте это видео ставьте лайки всячески нас поддерживайте нас смотрит 26 тысяч человек я считаю что это очень неплохо для данного времени и для данного эфира и у меня есть последний Обо мне вспомните тоже пожалуйста как я только ой так если да конечно мы не только не только вспомним об этом канале но мы обязательно дадим на него на него ссылку в описании это вообще касается там инстаграма Чичваркина и всего остального и когда у нас Арестович четверг мы всегда даем ссылку на канал Арестовича поэтому описание канала Жданова обязательно будет в ссылке под этим видео подписывайтесь на него также также рассылайте его и мой последний вопрос вот какой это про российские высокоточные ракеты а вот как обстоит дело с высокоточностью российских ракет по сравнению с войной в Ираке в американской в 2003 году сколько ракет Россия уже выпустила и сколько тем более что мы уже обсуждали вопрос о нехватке явной современных вооружений вот что здесь происходит с российскими ракетами смотрите в принципе будем так говорить немного сыграла история злую шутку вот с российскими ракетами именно с советскими даже не с российскими а с советскими ракетами дело в том что современные ракеты все делаются под точечное попадание то есть коэффициент кругового отклонения старается свести к минимуму чтобы это было несколько метров от точки прицеливания и в принципе если брать ракету калибр то она примерно так и летает то есть у него круговое отклонение довольно небольшое но когда Российская Федерация достала ракеты старые советские там на этот показатель практически не обращали внимания почему потому что ракета рассчитывалась на ядерный боезаряд понимаете это было основное средство доставки ядерного боезаряда и отклонение в 300 там в 400 метров от точки прицеливания с головной частью в несколько килотонн или там в сотни килотонн десятки килотонн оно роли не играло и вот сегодня Россия начинает применять эти ракеты в осколочно-фугасном снаряжении когда важна точность когда заряд не настолько большой и мощный чтобы нанести разрушение а должен попасть непосредственно в цель и вот здесь получается что ракеты летят куда попало а сколько осталось сколько Россия выпустила ракет каких и сколько их осталось ну там уже количество выпущенных ракет колеблется где-то в районе 2000 единственное что мы можем сказать что очень сильно экономят калибры вообще очень редко стали делать пуски калибров начали экономить ракеты к эскандеру баллистические ракеты вот их заменяет вот этими Х-22 воздушного базирования ближнего радиуса действия но проблема в том что открыв советские запасы я так думаю что никто точно не может сегодня сказать сколько там лежит на складах вот этих советских ракет там 60-х 70-х годов которые они сегодня начинают использовать поэтому говорить о том какой запас израсходован какой запас остался очень трудно на сегодняшний день есть есть еще ракеты конгрева и многие другие это уж если вспоминать царь пушку а по воровскому полигону во львове ударили калибрами или Х-22 вот это было только что там насколько я понимаю там были нет там даже не Х-22 там скорее всего были Х-101 или Х-55 потому что там вроде как ударили ракетами воздушного базирования 22-я ракета у нее 600 километров дальность она не дотянет до Львова если ну разве что с Крыма нет из Крыма не дотянет нет это скорее всего было большие ракеты а какой смысл был бить вот по Львову по Иваровскому полигону вот в чем была сакральная ценность этого удара ну очевидно Россия думает что это самый ближний полигон к Польше и очевидно Россия думает что мы там может быть так думает что мы там собираем технику и помощь которая приходит от Запада поэтому и ударили по этому полигону а вы знаете вот у Романа Светана которого я вот здесь уже цитировала было очень остроумное объяснение и я хочу его проверить на вас он сказал что вся фишка в том что Яворовский полигон просто очень большой и в отличие от других объектов по нему очень сложно промахнуться нельзя промахнуться да и когда ты по нему стреляешь как только вы что правильно описали Ха-101 которые промахиваются на 300 метров по определению потому что они должны были нести ядерный снаряд то в отличие от ситуации когда вот промахнулись по объекту в Одессе поразили жилой дом убили женщину дочку ее маму и уж наверное получили за эту вздрючку то теперь люди которые попали по этому полигону они могут рапортовать со словами все хорошо мы попали по полигону мы попали куда хотели потому что там промахнуться трудно ну в принципе где-то можно наверное согласиться то есть вы принимаете эту военную логику которая на самом деле не военная а чтобы соврать начальству ну в принципе да выбирать цель побольше чтобы не дай бог не промахнуться да по такому принципу вполне могли пойти хотя я думаю это в качестве шутки хотя я думаю что реально помните что на пару дней назад на открытом заседании по-моему это коллегия была Министерство обороны Шойгу проводил он же опять сидел в регалиях военных и он сказал что любая любая колонна техники любой конвой с западной помощью в Украине мы считаем как цель для воздушно-космических сил России и ракетных войск и эта цель будет уничтожаться вот я исхожу из такой парадигмы они туда бьют именно вот из-за того чтобы постараться прервать вот эти цепочки поставок нам западной помощи стоп-стоп Олег а тут это тогда ну нельзя тогда не задать последний последний вопрос если любой конвой по словам Шойгу является целью российских ракет то скажите известен ли вам хоть один случай когда российская ракета целилась и попала в конвой именно в конвой движущуюся цель и что это говорит о российских ракетах ну во первых таких случаев неизвестно это раз во вторых мы вообще всей страной даже не видели ни одного конвоя как они ходят никто не знает вот и где они ходят тоже никто не знает но действительно в движущуюся цель никто еще российская ракета еще ни разу не попала иными словами когда господин Шойгу это говорил то это было из серии мы тут ответим на то что Финляндия вступает в НАТО и прочее и прочее я бы сказала что именно чем именно он занимался но я как воспитанный человек не употреблю этого глагола Олег спасибо вам огромное у нас в гостях это была Юлия Латынина и Латынина ТВ у нас в гостях был военный эксперт Олег Жданов я предлагаю вам подписываться на его канал который мы укажем в описании я предлагаю подписываться вам на наш канал у нас